Набирают обороты футбольный сезон в Урало-Сибирском дивизионе третьей лиги. Молодой магнитогорский коллектив «Умка» набрал свое первое очко в турнире, сыграв результативную ничью с соперником из Тобольска 5-5. А главная команда города «Металург» разгромила «Умский Иртыш-2» и продолжает лидировать в таблице чемпионата. Свидетелем яркой победы стал наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Начало игры получилось весьма продуктивным. На гол Романа Мухмадулина, забитый на первых секундах, о мяче ответили уже через 5 минут. Но это была единственная атака гостей в стартовом тайме. А вот хозяева непрерывно осаждали ворота соперника, но не могли забить около получаса. Невольно возникали аналогии с предыдущим выездным матчем в Кургане, где магнитогорцы выиграли с минимальным преимуществом 2-1. Что Курган, что Омск, команда примерно одного уровня, ребята молодые, и вдвойне тяжело настраиваться на такие команды. Поэтому просили ребят сыграть организованно. Ну, бывает, и забиваем, и пропускаем. Тем более, это футбол, так получилось. Но благодарны ребятам за то, что переломили ход встречи. На 34-й минуте великолепные индивидуальные действия одного из лучших снайперов сезона Александра Бирюкова увенчались неотразимым ударом с острого угла. И это был уже пятый гол полузащитника в трех матчах. А незадолго до перерыва, после шикарного прострела Ивана Волоснова, Николай Савлучинский выиграл борьбу у соперника и эффектно переправил мяч в ворота. И в оставшееся время тренерский штаб хозяев мог позволить себе произвести максимальное количество замен. Пытаемся более так утвердить результат. То есть, немножко дать зазор, чтобы можно было поиграть молодым ребятам. Чтобы у них, так скажем, менее груст ответственности на них падал. Четвертый гол хозяев на 69-й минуте эффектным ударом головой забил опытный капитан Дмитрий Елфимов. А очередной классной передачей отметился Иван Волоснов. Автором пятого мяча стал вышедший на замену 20-летний Андрей Ушаков. А подвел итог встречи, оформивший дубль Николай Савлучинский. На старте сезона «Металлурка» держал три победы с общим счетом 15-2. И возглавляет таблицу Урала-Сибирской зоны. Но в ближайшее время команде будет непросто. На днях она включается в борьбу за право выиграть межрегиональный этап Кубка России. 19-го числа дома МИАС, 22-го числа мы едем в Тобольск на Перенство. И 26-го уже едем в МИАС. То есть, среда-суббота, сейчас переходим на такой график. Будет тяжело, но ничего страшного. Я думаю, ребята к этому готовы. Мы для этого и проходили 4 месяца втягивающих сборов. А ближайший домашний матч в рамках регулярного сезона состоится уже в субботу, 15-го мая. Соперник – команда «Челябинск-М». Павел Зайцев, Алексей Абашин, телекомпания «ТВН». Павел Зайцев, Алексей Абашин, телекомпания «ТВН».